Балерина «Заняты все до последнего кресла в зрительном зале. Это ее заслуженный аншлаг. Мы все здесь только ради нее. Главное открытие сезона, вчера еще неизвестное никому, а сегодня блестящая, талантливейшая, знаменитая прима-балерина. В свете софитов я не могу отвести взгляда от ее сияющей улыбки, заразительной улыбки, окаймленной багровыми дугами губ. Улыбка дотянулась и спряталась в каждом уголке ее лица, везде, кроме глаз. Глаза ее спокойны, серьезны и пусты. Они писали критики, брали интервью журналисты, ее обсуждали мои друзья. Ее лицо улыбалось с афиш в Париже, Брюсселе, Праге и Милане. И вот я здесь. Впервые смотрю ее выступления и подписываюсь под каждым хвалебным словом, сказанным о ней. Она выходит на очередной поклов, ей продолжают дарить цветы, она машет рукой. Вокруг меня грохочут аплодисменты, люди вскакивают со своих мест, неистово кричат, свистят, приветствуют ее. Они ее заслуженно обожают. Она сумела сделать себя попреки всему. В ее стране идет война, но она успела выбраться из той страны. У нее когда-то был любимый дом, но она не живет там больше. У нее было много друзей, но теперь они все далеко. Когда небо над ее головой разорвалось в первый раз, она простояла в Гран-Плие у станка восемь часов подряд. Па-де-ша, па-де-баск, па-де-ша, чтобы не слышать. Когда ее родной город разрушили ракеты, она до тошноты крутила пируэты. Па-де-баск, па-де-буре, па-де-баск, чтобы не смотреть. Когда ее братьев забирали на войну, ее впервые заметили в массовке. Арабеск, арабеск, туршене, чтобы не думать. Когда ее одноклассник вернулся домой без ног, она репетировала адетту. Девелопе, жете, гран-жете, чтобы просто дышать. Я все еще стою в портере, застывшая, и не в силах отвести от нее взгляд. Смотрю, как играют мышцы на ее идеально вытянутой вверх руке. И вдруг я замечаю небольшое красное пятно на ее пачке. Вино, краска, воск? Я бросаю быстрый взгляд на декорации, с ними все в порядке. Но пятно? Его не должно быть там. Его не было еще мгновение назад. Что это? Пятно растет, растекается, прожирает белую ткань, бисер, кружево. Корсеты пачка уже все насквозь кровавые. Я замечаю, что она не просто держит цветы, она зажимает ими свою раму. Я слышу шум в ушах, глаза тут же заволакивают пеленой. Дыхание перехватывает, внутри все замирает. Я кричу, показываю на нее руками, но никто вокруг не замечает. Весь зал обратился сейчас к безликую, густую массу людей, что все еще продолжают рукоплескать и кричать «Браво!». Неужели они не видят? Они слепые? Они больные? Они... Что с ними? Я судорожно смотрю по сторонам. Бежать некуда. Я заперта тут, среди их бессмысленных пластмассовых тел, ровно посередине третьего ряда. Я снова нахожу ее на сцене. Она смотрит сейчас только на меня, взглядом приклеивает меня к своему месту. Я не могу сдвинуться, не могу вдохнуть. Я смотрю на нее, завороженная магией и силой ее глаз. И вдруг она разжимает руки. Цветы с шумом падают вниз, и я вижу. Она стоит на сцене в белоснежном платье примы-балерины. Волосы ее в аккуратном строгом пучке забраны короной из белых перьев и жемчуга. В свете софитов она широко улыбается своей очаровательной улыбкой. Ее глаза пусты. В груди ее огромная кровавая дыра, а в ней торчат рукоятки ножей. Она вытаскивает самую большую из них. За ней тянется кривое, изуродованное, ржавое лезвие. «Война», — одними губами произносит она, не мигая, смотрит мне прямо в глаза. Она все еще стоит, уверенно, улыбаясь, прямо в луже собственной крови. Она вытаскивает следующий нож. «Мой бог». Она потеряла его в темноте, где-то между фотографиями детей из плохих новостей. «Моя родина». Тонкое и длинное лезвие теперь у нее в руке. Она не знает, как продолжать гордиться всем тем, чем привыкла гордиться раньше. Все вокруг теперь ненавидит то, что ей так дорого, а она не может перестать это любить. «Моя семья». Огромная ручка от шефа в ее груди. Я вижу, что ручка эта обмотана ленточкой. Она почти красивая. Пока она стояла у станка, порхала на сцене и садилась на шпагат, ее семья была разорвана линиями фронта. Они теперь по разные стороны чужих баррикад. «Мой дом». В нем неубранные детские игрушки лежат на полу. В шкафах скомканы платья и книги на ночном столике. Там, где она их оставила перед отъездом. Открытые банки с вареньем, недоваренные макароны, немытая обувь. Она эту мечту о доме так долго мечтала и исполнила. Вот этим финским ножом в сердце мечта осталась с ней навсегда. «Моя стая». Она их с таким трудом всех вместе собирала. Их рассеяла по всему земному шару. Теперь они все в разных часовых поясах. Так жутко одиноки в своих новых многомиллионных мегаполисах. Мой город. Тот, что она сама однажды выбрала. В который из всего, из своего пропитанного алкоголем, отчаянием детство сбежала. Тот, где она училась и любила. И из пепла в себя по кусочкам собирала. Моя несостоявшаяся жизнь. Эту жизнь у нее навсегда уже забрали. В ее жизни больше не летают самолеты. Звук падающего на пол металла. И снова, и снова, и снова. Ее улыбка все еще безупречно приклеена к ее лицу. Она достает последний нож из сердца и снова идет на поклон. Я резко начинаю дышать. Чувствую, как сломался лед внутри. Как что-то страшное, больное, наконец, вытекло из меня. Мне становится больно и тепло. Я машинально прижимаю руки к груди. Стараюсь поймать струящиеся вниз по телу тепло. Я смотрю на свои ладони, и они все в крови. Она улыбается мне со сцены. По-настоящему, даже глазами. Она танцует за меня на мировых подмостках, а я плачу за нее в зрительном зале. У нее мои карие красивые глаза, мои покрашенные белокурые волосы заплетены в пучок на ее голове. Мои щеки расплылись в улыбке на ее лице. Мои руки вынимали ножи из ее сердца. Она станцевала лучшую роль в нашей жизни. Она была настоящим молодцом. И теперь я могу дышать. Могу уйти, наконец, из театра в обычную, новую, человеческую жизнь. Мне больше не надо быть звездой. Не надо играть свою роль. Мне можно просто жить. Я смотрю, как в раковине, крутясь все быстрее и быстрее, умирает маленький водоворот. Он забирает с собой остатки мыльной пены и моих фантазий. Я упираюсь на раковину обеими слегка дрожащими сейчас руками. Они белеют на фоне зеленого кафеля, и на них больше нет крови. Продираюсь глазами сквозь джунгли собственных мокрых, спутанных, светлых волос. И зеркало на меня глядят запуганные корей глаза. Со мной нет больше адепты, нет девочки из рейкеного зала. Здесь только я. В солнечном городе. Городе моей мечты. Городе, который однажды, возможно, станет мне новым домом. Мне надо закрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Четыре раза. Собрать волосы в аккуратный пучок и идти жить свою новую, непередаваемо прекрасную жизнь. Я оставила позади войну. Со мной снова моя семья, и у меня здесь новые друзья. Через минуту они встретят меня с восторженными светлыми лицами и спросят, «Ну, как дела?» Улыбнувшись своей сияющей, заразительной улыбкой в дугах бордовых губ, я отвечу, «Лучше и не придумать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!